Кто хочет заступничества пророка Мухаммада в судный день, что нужно делать? Пророк, все мы хотим заступничества в послании к Аллаху. Этот день, может быть, для кого-то он сегодня наступит, разлука с этой дунией, для кого-то завтра и так далее. Кто хочет заступничества в послании к Аллаху, первое, фальюкфир минас салати алейхи. Пускай делает много салават за пророка Мухаммада. Самый первый, за кого я буду заступником в судный день, это тот, кто за меня больше делал салават, сказал пророк. Когда Муазин говорит азан, повторяйте за ним, а когда он закончит, говорите салават за меня. И тот, кто за меня делает один салават, Аллах за него делает десять салаватов. И после этого просите у Аллаха за меня Василе, после азана, это макам Алмахмуд, степень в раю. Кто, кто будет это просить, ему будет халаль, мое шафаа, сказал пророк. И также шафаа, одна из причин, чтобы пророк был заступником в судный день, это больше читать сунны намазы. Рабиа бни Кааб был мальчиком, и он помогал делать Тахарат, приносил воду пророку Мухаммаду. В другом реваяте, я прошу, чтобы ты был заступником за меня в судный день. Помоги себе, делай побольше сажда, сказал пророк. И также очень важно, что из азбаб, чтобы мы получили шафаа пророка Мухаммада, это помогать верующим мусульманам. Кого-то, например, подвезти, у машины нет, довезти до дома, там помочь что-то. Кто-то факир просит, помочь ему и так далее. Сказал пророк, Тот, кто поможет, хаджат, у кого-то нужда есть, поможет своему брату, то в судный день я буду стоять рядом, около его весов, в судный день. Если его благие дела будут больше, он зайдет в рай, а если нет, то я заступлюсь за него, сказал пророк. Также из шафаата пророка Мухаммада, это братство ради Аллаха, любовь друг к другу ради Аллаха. Пророк Мухаммада, я буду заступником за двоих, это те, кто дружили ради моего удовольствия в судный день, я буду заступником за них, это те, кто дружили и любили себя друг друга ради Аллаха со времен моего пророчества до судного дня. И последнее, то, что из причин, чтобы нам получить заступничество в судный день от пророка Мухаммада, это Это больше находить, проводить время за благими людьми, с верующими, с молящимися, иншаллах. Самое малое, что можно хотя бы познакомиться. Имам Хасан Абасри прочитал слова Аллаха, Кур'ан. Описание людей, которые будут в джаханнаме. Описание, как они будут там в огне, как они будут наказываться. В Коране приводится аят, обитатели ада будут говорить, плакать и рыдать. Нету за нас заступников, нету и у нас нету друзей, близкого друга нет. И тот, кто будет в раю, обращаться будет к Аллаху и спрашивать, что случилось с тем моим другом, который всегда был при жизни со мной. Где он? Я его не выезжу в раю. Аллах скажет, он в огне, он наказывается в джаханнаме. Скажет, о Господь мой. О Аллах, я полностью не могу насладиться раем, если моего друга рядом со мной здесь нет. Как я вспомню, что он наказывается в огне, мне тяжело на душе. И Аллах прикажет. Своей щедростью, урахмати, своей милостью. Чтобы ангелы вытащили этого его друга из огня и вели в рай. И те, кто будет обитать Ада, скажут, кто за него заступничество сделал? Кто за него заступился? Абуху шахид. Его отец шахид. Файукалю ла. Скажут, нет. Ахуху шахид. Его брат шахид. Файукалю ла. Нет. Ибнуху шахид. Его сын может быть шахид. Файукалю ла. Нет. Файукалю ахлин нар. Фаман шафа'ля. Кто же ему помог? Кто за него заступничество сделал? Файукалю шафа'ляху шадикху фулян. Его друг при жизни заступился за него. И в это время заплачут. Будут рыдать обитатели Ады и скажут. У нас нету заступников и нету близкого друга. Если бы Аллах дал нам осрочку, если бы Аллах дал нам еще раз вернуться в жизнь, в Дунья, мы бы были бы из благородных, из верующих людей. Просим Аллаха, чтобы дал нам заступничество пророка Мухаммада в судный день, чтобы дал нам самим возможность заступаться за наших близких братьев, друзей, иншаллах. Как Аллах нас вместе собрал в этой мечети, чтобы всех нас вместе с нашими супругами, родителями, братьями, сестрами, нашими детьми собрал. Продолжение следует...